В этом видео я покажу работу и настройку чешского ограждения для собак Доктрейс Дефенс 1001. С блока приемника, который крепится на ошейнике. Выглядит он вот так. Я уже установил контрольную лампочку. Она нужна для проверки работоспособности ошейника и вообще всей системы. Закрепив ее между электродами. Батарейку я уже внутрь тоже вставил, чтобы на это не терять времени. Ошейник в данный момент включен. Для переключения силы разряда на ошейнике необходим магнитик, который поставляется в комплекте. Магнитик необходимо поднести к этой отметке и удерживать для переключения силы разряда. Количество пиков будет сигнализировать о силе разряда, выставленной на ошейнике. В данный момент я переключился на третий уровень. Если я поднесу и продолжу удерживать магнитик, ошейник переключится на четвертый уровень, пятый, шестой, седьмой, восьмой, контрольный и переключится обратно на первый. Как видите, все очень просто. На каком уровне вы оставили ошейник, на том уровне он и будет работать. Если сейчас поднести магнит, то со второго уровня он пойдет дальше. Сперва выставив второй, потом третий и так далее. В данный момент я включил восьмой, максимальный уровень разряда на ошейнике. Уберем пока ошейник и включим наш блок в розетку. Подключаем блок питания. В данный момент передатчик выключен. Когда мы его включим, он начнет сигнализировать обрыв провода, поскольку провод у нас в данный момент не подключен. Если подключить провод, у нас подготовлена контрольная петля, которая нам понадобится для проверки системы, то блок перестанет сигнализировать об обрыве провода. Блок включился и готов работать. Если мы сейчас внесем ошейник в нашу контрольную петлю, поскольку петелька очень маленькая, он сразу начнет работать и выдавать электрические импульсы вместе со звуковыми сигналами. Ошейник выдаст 9 импульсов, после чего перейдет в ждущий режим. Смотрим. Все, ошейник перешел в ждущий режим и теперь пока собака не выйдет из зоны коррекции, ошейник не запустится. Это сделано в целях безопасности. Возвращаем ошейник. Сейчас я включу на передатчике только зону предупреждения. Она отмечена динамиком на блоке. Как вы видели, ошейник входит в зону предупреждения и издает только звуковые сигналы. Если ошейник долго находится в зоне предупреждения, он добавляет к звуковым сигналам один корректирующий импульс и продолжает сигнализировать дальше. Добавим минимальную зону коррекции. В принципе она у нас и так есть вокруг нашей маленькой петельки, но чуть-чуть ее увеличим. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Как видите, находясь в зоне предупреждения, ошейник только издает звуковые сигналы. Входя в зону коррекции, ошейник добавляет к звуковым сигналам также корректирующие импульсы. Увеличим зону коррекции. Отключим зону предупреждения. Минимально необходимую зону предупреждения надо выставлять в любом случае для правильной работы ошейника. В каждой зоне ошейник издает свои звуковые сигналы. В зоне предупреждения это частое пищание. В зоне коррекции редкое. Сейчас я выключу блок передатчика и размещу в нашей контрольной петле два ошейника. Один будет выставлен на первую силу разряда, а тот, который мы сейчас смотрели как работает, на максимальную. Сейчас в нашу контрольную петлю я устанавливаю ошейник, который выставлен на первом уровне коррекции. Лампочку просто закреплю сверху. И ошейник, который стоит на восьмом уровне коррекции. Включаем и смотрим на различия. Вот сейчас оба ошейника ушли в ждущий режим. До того момента, пока собака не выйдет из зоны и не вернется потом в нее опять. Вот мы возвращаем наш ошейник, который вышел из зоны коррекции. Он опять ушел в ждущий режим. Выходим. Который продолжает оставаться в контрольной петле. Находится в ждущем режиме. До того момента, пока мы его оттуда не вынесем. Но в жизни это должна сделать собака. Итак. В зоне предупреждения ошейник издает только звуковые сигналы. С одним контрольным разрядом. В зоне коррекции выдает разряды коррекции. Когда собака туда входит с ошейником. На маленькой петле это все достаточно сложно показывать. Но, тем не менее. Зону предупреждения поставим побольше. Зону коррекции поменьше. Сейчас я приключу ошейник в контрольный девятый уровень. И покажу, как это работает. Ошейник находится в девятом проверочном уровне. Как видите, он моргает контрольной лампочкой, показывая, что находится в зоне. Зону коррекции поменьше. Как видите, ошейник уже светится ярче. Если у вас где-то происходит обрыв провода, то блок передатчика будет об этом сигнализировать, как я уже и говорил. Одна батарейка, которая уже немного исчерпала свой ресурс, установим ее в ошейник. Если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, знайте, батарейку пора менять. Эту, а также другие замечательные системы для собак, вы можете купить в нашем магазине ЕДОК. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...